привет народ в общем пытался я убежать от зума при помощи камеры sony x3000 но не получилось короче не оправдала камера надежды ожидания в общем как-то так звук и что на отвратный получше чем губра далеко не то что чего я ожидал скажем так так далеко не то чего я ожидал короче куча посторонних шумово напишет ну это далеко 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 не то в общем выход видите какой микрофон зум h1 и неудобства так старая свой номер обсудим все по звонку окей так и сделаем китайский китайский ножик она выглядит китайский ножик а сюда свет надо добавлять на секундочку вот так китайский ножика в общем ну типа в 3 до что-то типа и в третьем это не назовешь и короче очень не очень скажем так посредственно по качеству хотя в принципе знаете ну его цена я думаю что то около 20 18 долларов в китае поэтому ожидать большего ну как бы я я даже не ожидаю то есть покупаешь нож уже туда за 80 90 долларов да я имею ввиду свой 95 флиппер то там качество ожидаешь а вот покупать нужно 18 долларов за 16 и ожидать какого-то качества но это несерьезно поэтому нужно реалистично подходить к этим вопросам день добрый руслан южный украинск скажите пожалуйста по поводу ножичка вашего перезвоню да 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 я понял смотрите там ситуация такая я хочу попросить чтобы насколько это возможно у вас довести его до адекватного состояния он в китае понятное дело привезем держался клинок и заточка если на ваш взгляд надо поменять то поменять скажите пожалуйста сколько стоит данный нож это в рублях или гривнах что то есть на доллар и можно 450 это сколько у нас это 20 баксов примерно угадал я со стоимостью хорошо хорошо то есть здесь клин чуть-чуть не по центру так в принципе на 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 свои деньги как бы здесь качество вполне себе нормально люфты мы уберем клиночек можно точнуть его слегонца чуть-чуть здесь как бы завал есть на кончике сразу предупреждаю что вот не стоит вот так делать там ковырять пробовать там вгонять его в доску и щепу дергать там он сразу согнется сталь мягко она не сломается но просто вы загнете нож потом выровнять его будет нереально уже не не никто ничего не делал я имею ввиду что просто что вот есть люди знаете загоняют в доску начинают вот кончик проверять с этим ножом это вообще не проходит я на всякий случай предупреждаю ваши но эти шутки как бы я просто перед этим делал викторинок ну как бы человек видимо пробовал и сломал там сломался тут ломаться не будет сталь мягкая нагнется я думаю что нет конечно 20 баксов не может стоить до 2 в доске не надо загонять порезать можно что-то доски занять не надо так 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 нам нужен ключик вот такой вот вот такой вот ключик нужен еще вы хотите сказать он у нас таки есть этот ключик готовы пожалуйста пожалуйста видите готовый ключик раз и все четенько становится прям четенько четенько закручено как всегда закручено как всегда посажено все на фиксатор короче народ новый нож новый нож как бы я предпочитаю и советую вообще как бы новый нож если он новый у вас пришел ну и вы хотите что-то с ним сделать вот просто взять человеку да и отправить на ремонт ну зачем новый нож отправлять то есть как бы ну в данном случае я бы вот человек если позвонил сказал русик вот новый нож хочу отправить чтобы ты там что-то сделали сказал что по пользу все вместе с два возможно три не обращая внимание на какие-то там мелочи нюансы вот просто попользуйся а потом уже когда ты посадишь кромочку режущую подшипники придутся вот тогда вот как бы отправляю вот я бы так поступил ну человек видите отправил просто и мы сейчас посмотрим что здесь у нас разбирается конечно разбирается конечно плотненько ну китайцы везде то есть качество на свои деньги вполне себе ожидаемое то есть я другого тут не ожидал в принципе все нормально подшипники естественно шарики не керамические сталь в принципе на эти деньги это ну очень даже очень даже неплохо смотрите сведем ровно по центру кончик очень такой деликатный деликатный прямо таки ну вот так в общем не хватает знаете не хватает здесь внимание к мелочам вот таких тонкостей нюансов каких-то какие есть более дорогих моделях ну естественно это дешевизна то есть это сталь железяка обыкновенная она магнитится она возможно будет дрожжаветь возможно не будет ну я же говорю что покупку совершая за 20 долларов будьте готовы к тому что придет нож именно на 20 долларов он не будет знаете вот вы купили за двадцатку а вам пришел а там шедевр за 150 евро или долларов не будет ровно то зашел и заплатили сразу сейчас покажу давайте нюансы показать эти внутри дорога вот она не везде она вот здесь вот возле пальца прерывается накатанная дорожка такая она прерывается это говорит о том что подшипники в данном месте не пролегают плотно то есть вот эта площадка она не есть скажем так перпендикулярно оси вращения клинка здесь что у нас то же самое в этом же месте видите чуть чуть меньше здесь конечно выражена данная ситуация но она есть тоже вот 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 здесь вот переворачиваем и здесь точно в этом же месте то есть видите да вот это вот фрезеровка вот это вот фрезеровка под подшипники она была выполнена скажем так стол на который предметный столик на который ложился клинок при фрезеровке данные он не был выставлен четко то есть где-то какой-то градус пол градуса где-то ну может даже пару минут буквально было отклонение этого уже хватило что видите вот вот так вот это все было но моим это еще моему так кстати народ мы сейчас проверим смывку как это еще назвать ну наверное так и назовем жидкость для чистки просто народе и смылка ух какая она вонючая такая себе знаете запах неприятный не хуже чем баллистол баллистол мне тоже не нравится запах там куча всяких трав и мне запах баллистол не равно чистит хорошо чистит прям хорошо бэнч мэйт смылка короче какого она цвета тоже синего да синего тоже такая ты народ синее-синее боюсь сейчас налить на стол вот прям синие-синее прям я надеюсь виду голубенькая не как синька прозрачная такая немножко но тем не менее запах не очень приятный чувствуется что там присутствует какая-то злая химия ну знаете так добавили не туда какие-то такие более-менее ароматизаторы чтобы смягчить это все добавили также как баллистоле баллистолом брызгаю такой запах стоит что тоже там типа там добавили не знаю там какого-то кориандра корица какой-то что душит мне в общем народ тоже самой ситуации здесь видите давайте . вытащу и покажу крупненько вот смотрите дорога видите накатана а сверху пусто снизу есть на по . сверху пусто то есть нет соосности где-то она у них потерялась вот здесь тоже самое видите да снизу конкретная накатка сверху она отсутствует потерялась а я на батуте прыгала и потерялась кто помнит квн утомленная солнце сколько лет до на батуте горит прыгала и потерялась а так 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 втулка 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 на место боночка на место ну собираем в принципе мы нож на тот же бенчмейт только на смазочку так 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 выпадает а как она все лишь и выпадает не держится она более дорогом на же народ вот эти все зазоры насколько минимальный что то есть вот так засунул банку она назад не выпадает она четко держится то есть там минимум зазоры минимум давайте капнем капельку смазки сюда на более дорогих ножах подшипники керамические уже они стираться не будут не вырабатываться не будут потому как керамика но намного тверже стали понимаете шарики из керамики там даже если не сделают дорогу накатку в металле то с самим подшипником ничего не случится то есть он как бы фактически до износа такого не будет давайте мы сюда с этой стороны сразу чуть-чуть буквально смазочки раз так вот вот это вот зазор видите да даже даже излишне что достать ступерную банку руками не получается то есть вот такие вот они китайцы они на 18 долларов вам пришлют нож стоимостью ровно 18 долларов ни капли ни центом не дороже ровно за то что заплатили то вы получаете абсолютно справедливо но все равно народ как бы этот китай это уже не тот китай что помните до первые ножи какие приходили вот эти сана ему всякие там ну это откровенно говоря было очень очень сыра и очень очень далеко от того чтобы тот продукт можно было назвать ножом ну сейчас это уже более-менее похоже что-то знаете на нож хоть хоть за свои деньги как бы ну то есть не понимаете да не может быть такого что товарищ там где-то в шенчжане сидит и думает как бы вот мне помочь просто вот возьму да пойду благотворительностью заниматься то есть делаю дорогой нож и буду продавать его дешево он не бывает такого человек хочет заработать денег естественно те ребята что как бы рассчитывают на долгосрочное сотрудничество да те делают более качественно то есть начинали они все вот с этих ножей по 15 12 долларов а потом видите кто-то перешел и начал делать модельки ножей подороже качество естественно подняли давайте я на фиксатор посажу этот тоже винтик потому как здесь у нас здесь у нас зажимается и есть шанс он открутится чуть-чуть буквально капаем и собираем у нас всего лишь два винтика один стежной один осевой поэтому мы подстрахуемся и посадим его на фиксатор избе вот так все четенько клиночек народ у нас вот так вот видно да я наешу центральные некуда уже даже на эту камеру видите прямом показать что пациенту правда вот поймать вот эту середину органа очень сложно ну и света там не хватает немножко я камеру поставил под подоконник а вот там видно данную камеру в общем камеру поставил чуть чуть ниже потому как она стоит на подоконнике она не показывает вот вот здесь на столе а так вы видите вот видите да вот вплоть 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 вот вот до этой линии еще что на столе у меня происходит вам видно ну и ставим ставим привычка видите вставим осевой ставим на фиксатор ну как можно поставить фиксаторы ну и ставим вот так вот как то так вот суржик суржик этот давайте поставим осевой на фиксатор посадим наверно ближе к этому но не поставим ну как то так как научились знаете бабушка с дедушкой так очень мягенько ну в принципе видите для этих денег нож даже таки неплохой ход мягкий флип такой знаете клинок тяжелый достаточно флип такой достаточно бойки я подожму вот что прям чуть-чуть и никакого люфта все хозяина ножа попрошу ничего с ним не делать просто пользоваться и все откручивать самому не нужно потому что ну нет у вас вот такого ключа во первых во вторых если вы начнете сюда обычной отверткой и сорвете не надо сейчас все четенько клиночек по центру по центру прям центральные никуда все работает все замечательно знаете есть когда приезжаешь на автосервис я был свидетелем несколько раз таких как как это сказать человек приезжает и говорит а я вот здесь вот тут а я вот здесь вот тут а я вот здесь то 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 добавила там что-то разбавила там поставил какой-то фильтр последствия с дружами пожалуйста не мешайте машине работать вот пожалуйста не мешайте машине работать в принципе народ ну здесь как бы ну заводская заточка но она в принципе нормально она неровная давайте попробую показать ему камеру она неровная но насколько деликатно и красивая что я даже портить не хочу вот она прям симпатично смотрится и прямо не хочу ее портить я повторю ее но а смысл с этого всего то есть просто взять человека дополнительно какие-то деньги сказать что я тебя поправил нож ну не так как как бы не в моих правилах смотрите как это все отлично смотрится красиво видите да ровненько и здесь она уходит просто в нитку тоненькая здесь шире подвод нет смысла делать потому что сам кончик очень-очень тоненький деликатный тут с другой стороны все ровно столько же вот видите да и опять уходит вообще в ниточку вот так вот вообще нитку уходит ну в принципе ну я бы не трогал то есть я я бы не трогал ну вот здесь чуть-чуть не не про . в самом конце есть маленькая ну это как бы ну вообще на полет ракеты дано не повлияет но никак честное слово сейчас мы просто поправим по правильному сатике и все я не вижу смысла как бы перетащить нож попасть в тот же угол ну повторить то же самое смысла нет сделать намного тоньше подвод ну как бы видите здесь немножко кончик выбрать либо вот слишком острый но мы сделаем его короче а так он на максимальную длину то есть если бы это был мой нож я вообще ничего не делал ну сто процентов то есть вот через время там через полгода да когда он сядет за супер вот тогда уже можно перетачивать а зачем ну сейчас точить снимать лишний металл я не понимаю пускай этот лучше металл послужит вам пускай он порежет у вас полгода а потом уже можно как бы там его перетащить это не вопрос это правильно то есть когда он поработает у вас до вопроса ну а можно 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 тогда уже и перетащить а сейчас как бы стачивать просто лишний металл бы хочется ну я не вижу смысла я просто не до конца реже чтобы понимали потому что потом мусор уже устал убирать давайте аккуратненько все нож режет нож бреет а если мы еще и так сделаем это вообще будет будет огонь кстати народ посмотрел сегодня ролик на ютюбе как делают кухонные ножи какая-то там фирма то у них там до . не до . там кожа натянута заучение сбивает они и роботы . прикиньте и робот вот после заточки прям вот на эту досточку и и заусенчик сбивает и я смеялся думаю вот это красавцы все смотрите все красиво все смеются я не до конца режу специально потому что убирать я уже устал все замечательно красиво режет бреет и стрижет уже нечего конечно тут не брить не резать давайте вот так вот раз видите да то есть волосы сами убивают на так ощущение вроде не выпрыгивают и любят не стоит перетачивать то есть нож режет имеет визуально красивый подвод ровные почти то есть то что он уходит кончику но как бы это это даже ну как по мне это больше плюс нежели минус потому что если мы сделаем широкий подвод он будет очень-очень ломки то есть мы его сделаем широкий он будет иметь более острый угол ну куда здесь сведение вообще фактически там где-то в 03 на кончике может 04 ну не больше в общем за свои деньги очень неплохой ножичек и вот так вот сейчас как в конце я делаю надо я делать не буду потому что кончик очень деликатные ну и хозяину ножа скажу то же самое не издевайтесь над ножом потому что ну услышал а в доску там повтыкать не надо то есть данный нож требует скажем так соответствующего отношения бережного почему потому что ну перед этим я точил перетачивал нож видео не снимал перетачивал нож викторинок сломанный был кончик ну там нечего показывать просто взял включил наждак за минуту выправил его и все если кому интересно то ссылка будет на instagram вот-вот в уголке в инстаграме я фоточку выкладывал в принципе народ вот такой вот кино сегодня было до камера сумка меня разочаровала прям разочаровала по звуку по картинке тоже я ожидал что ночная картинка то есть ночью будет она писать ну на две головы выше чем у про то есть смотрите какая ситуация все кто про ножи смотрел приходил смотреть нажимаем мастерская и так далее вот все можно уходить народ дальше таковой лирическое вступление на тему видеокамеры будет минут на пять то есть я ожидал что данная камера вот судя по тестам и видео обзором интернетах она на голову на две головы выше ночью пишет картинку то есть у нее более светочувствительная матрица должна быть по идее но не то есть моя старая у про 3 плюс black edition ночью пишет лучше почему такая ситуация я не знаю хотя я смотрел обзоры там уже сравнивали с пятеркой шестеркой из семеркой сонку вот это и там все ну типа семерка то она уже понимаете 2018 года а это древняя старушка и вот такая вот она молодец я не нашел что она молодец звук пишет ну чуть-чуть лучше гоупро но вот что прям звук она пишет ну вот послушайте звук она пишет то есть сейчас вы слышали до этого звук с петлички да это звук был а то что вы слышите сейчас это куча сторонних шумов куча то есть ну я как бы разочарован если честно то есть любая камера моя звук пишет лучше чем сонка вот вот как то так то есть но в упро звук просто более глухой здесь высоких частот больше ну я не излишне прям прям вот прям излишне они здесь я не знаю кто-то там кричит руси камера у тебя не настроена и вот ты там типа думаешь о все она плохая ей надо просто там настроить правильно она настроена она все правильно мне настроено все что можно настроить я настроил ну единственное что я я же выручу я не пишу 4k потому что не вижу в этом смысла она пишет у меня full hd так что в принципе настраивать то там в этой камере особо нечего гоупро настроек наверное побольше будет раза в два нежели в этой сонке поэтому поэтому нечего там настраивать а касательно записи звука так там настройка вообще нет он либо пишется либо не пишется да там то есть нет там каких-то кодеков что выбрать то-то или то-то если касательно видео есть mp4 кодек и есть xvc какой-то там то я вот его выбрал и full hd видите как он пишет картинка кстати излишне пересвечена есть там два пресета вид плюс счета и 2 натурал плюс типа ну вид плюс вот видите какую картинку это вот канистра она на самом деле не такая яркая ну давайте чтобы вы понимали я вам сейчас канистру эту покажу вот на обычную камеру эту же канистру смотрите на рост с этого же ракурса вот вот какая она вот вторая какая видите да то есть канистра не такого цвета яркого то есть действительно очень сильно вот я прям вот я прям вот там не вижу и она прям очень сильно яркая на камере и когда я купил уже видео то соответственно пересекте вы знаете мне что напоминает эта камера вот когда-то я заказывал с китая желтенькая там какая-то не помню даже название вот с которой я вытащил линзу и на гопро поставил вот там точно так же искусственно задроты цвета невероятно задроты то есть если небо действительно знаете такой чуть-чуть еле-еле голубое то вот китайская камера показывает что реально там такое прям ну пересвет идет обычно если машина допустим едет красная то она аж малиновая там на камере вот тоже самое происходит вот сейчас это канистра она не настолько яркая как показывает эта камера в данном режиме в режиме вот натурал плюс или как он там называется в общем более натуральные цвета то вот тот режим кстати мне больше нравится но он очень 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 блеклый даже то есть он он не то что натурально передает он как-то занижает делает более нейтральными цвета в общем как-то так вот так возлагал я такие надежды что убегу я вот от этого шнурка и камера будет замечательно писать звуки этого будет достаточно но видите увы ях стабилизация до стабилизация есть из руки вот так что-то записывать идти просто шикарно то есть не нужно брать собой вот такую бандуру большую камеру на гопро стабилизации вообще нет у меня на третьей версии меня старушка гопро стабилизации вообще никакой нет но я насколько привык уже вот стройку и посмотрели до сезон стройки там не нужна стабилизация вот уже так привык в руке держать камеру и половности движения этих всех шоу мне стабилизатор фактически не нужен то есть если я там не бегу куда-то не спешу дату я иду ну фактически как стадика в руке держу поэтому это уже привычка выработана годами мне в принципе стабилизатор поскольку поскольку я ожидал что вот звук будет все-таки в данной камере бомба она оказалась немножко не так ну вот как то так я же говорю что видите разница ожидаемая и действительно это большая разница почему потому что ну по видео судя по видео обзором я вот посмотрел несколько сравнений там гопро там я смотрел и четверку сравнивали с этой камерой еще и пятерку и шестерку и семерку уже не вроде как у всех она там прям на порядок лучше звук пишет ну вот смотришь видео реально звук в разы чище лучше записал поставил разницу видите конкретно вот такая вот разница давайте для примера еще раз вам звук поставлю нормально теперь вы теперь поймете о чем разница да видите в чем разница прям ну небо и земля звук и здесь тоже народ микрофон все направленного действия стоит то есть он пишет одинаково что я его так вот его держу к себе что его перевернул от себя он пишет звук одинаково то есть он не направленный как это называется я забыл как это называется в общем по кругу он пишет ну все направленные в общем грубо говоря то тоже самые микрофоны там стоит не знаю вот вот как то так в принципе в принципе на сегодня все 18 долларов за свои деньги вполне себе нормальный нож но не цен там больше вот вот ровно сколько человек заплатил за него ровно сколько он и стоит на сегодня все давайте пока пока увидимся